Футбол по праву носит гордый титул короля спорта. Это самая популярная командная игра. Именно в футбольных секциях самый большой наплыв детей. Играть как великие Пелия и Криштиан Роналду мечтают все мальчишки и как ни странно девчонки. Потому что я в садике занималась, ну там футболом, и я вот почему я люблю ходить на футбол. В спортивной школе по футболу «Сигнал» занятия среди разных возрастных групп идут с утра и до глубокого вечера. Но для будущих галкиперов, хаффбеков и форвардов даже поздние тренировки в удовольствие. За год учебы в школе футбола пятилетний Дима не пропустил еще ни одной. Я очень люблю футбол и очень хожу сюда давно. И больше всего мне нравится бездомный зайц и два отведения. А бездомный зайц, ты что за утро? Это надо на фишечах встать. Активные игры на стадионе – неотъемлемая часть учебно-спортивного занятия в младших группах. Во время выполнения, казалось бы, элементарных упражнений дошколята учатся ловкости, быстроте реакции, совершенствуется координация движений. По мнению тренера с 12-летним стажем Николая Лисицына, такие упражнения прививают малышам интерес к здоровому образу жизни. Здесь делаем классики. Раз, раз, раз. В раннем возрасте я бы не рекомендовал это делать, потому что детки еще слабенькие. Мышечный корсет, связочный аппарат. Поэтому в раннем возрасте я бы не рекомендовал. В возрасте 5 лет дети уже понимают команды тренера и ответственно подходят к занятиям. А вот интенсивный силовой тренинг начинается позже. Как только ребенок, немножечко, как я выражаюсь, приварился к футболу, почувствовал, что это ему надо, родители понимают, что у него получается, тогда вот путем тестирования мы сдаем это все и определяем уровень его подготовленности. И даже если ваш ребенок в будущем не станет лучшим игроком Мондиаля, пользу из футбольных тренировок он точно извлечет. В этом спорте воспитывается трудолюбие и целеустремленность. А еще занятия на свежем воздухе благотворно влияют на здоровье ребенка. Ребенок крепнет, он дышит, он бегает, он потеет, он прыгает, двигается, двигается и двигается. Это значит большая польза. В наше время, когда дети уже привыкают к диванчику, телефончику, компьютеру, это необходимые условия. Движение – это жизнь, великие так говорят. А еще футбол – вполне бюджетный вид спорта. Родителям придется потратиться лишь на спортивную форму, бутсы и защитные щитки. Сами занятия в одной из лучших школ города «Сигнал» бесплатные. И это еще один плюс. Так что итоговый счет на табло – 5-0 в пользу футбола. Евгения Малышко, Андрей Федотов, ОТВ.